Партнер выпуска новостей – торговый дом Планета Безопасности. Каждая сцена из этих фильмов красива, романтична и нежна. Ведь основную роль и смысл сцены на себя берут цветы. Флористика сегодня – огромный красочный мир, который постоянно развивается и задает свои модные тренды. Огромные букеты, может, еще кого-то и вдохновляют, а вот, например, у букета мороженого с укулентами и гортензией, букета-конверта с артишоком и орхидеей или у гигантской мультяшной фигуры из пионов и роз, как на недавнем показе модного дома Диор, шансов вызвать восторг гораздо больше. Цветочная индустрия постоянно развивается, и букетом и стадной розой уже ни у кого не удивишь. Сегодня я попробую себя в роли флориста и попробую узнать, какие цветы предпочитает житель Владивостока. Проводником в мироформления цветочных композиций стала опытный мастер-флорист Екатерина. Дарит людям положительные эмоции, свидетель любовных историй, в шутку называет себя Купидоном, любит путешествия и море, привозит цветы, семена и корешки со всех стран, где бывает. Недавно посетила цитадель цветочного мира Амстердам, откуда цветы отправляются во все уголки мира, в том числе и во Владивосток. Сегодня мы будем делать цветочный конверт. Будем использовать вот эти цветы. Конечно же, не все, все сюда, к сожалению, не поместятся, но цветовая гамма у нас будет розово-бело-фиолетовая. Для Екатерины флористика – это искусство, схожее с созданием картины, ведь только в процессе можно понять, к чему лежит душа. По ее словам, владивостокцы в выборе цветов исходят из сезона, будь то пионы или хризантемы. Обычные букеты Екатерины скучны, но все зависит от пожеланий посетителей. Придерживаемся к более чем-то необычному, то есть любим составлять букеты из разных цветов, не просто штамповать одни и те же похожие букеты. Стараемся использовать какие-то необычные элементики, которые создадут какую-то необыкновенность букетом. Посмотрим, что необыкновенного приготовила Екатерина. Предварительно в воде замочили специальную губку, в которую вставляют стебли. Из-за ее состава цветы долго сохраняют свою свежесть. Цветы стоят в губке столько же, сколько и в вазе. При правильном хранении, как мы постоянно говорим нашим клиентам. Губку, упаковав в пленку, поместили в конверт и приступили к созданию цветочного шедевра. Но для этого нужно определиться с выбором самих цветов. Какие цветы тебе нравятся? Какие ты хочешь использовать? Вот эти очень красивые, как они называются. Вот эти? Эти веточки, да. Это стильба. Да, ее тоже можно использовать. В итоге конверт будет наполнен артишоком, цветочками эвкалипта, садовой розой, лизиантусом и другими цветами. Из необычного – веточка с ягодами, имитирующими малину, которая, как оказалось, есть нельзя. Каждый цветок нужно подрезать секатором. Срез всегда всех цветов мы делаем наискось. Делаем вот так, косой, да, срез, чтобы как можно больше поверхности цветочка, которую мы обрезали, впитало водичку. Сначала Софья и Екатерина сделали так называемые выбросы, то есть стебли, которые располагаются по бокам конверта и придают пышность букету. Далее разместили самый крупный цветок. В композиции он располагается либо правее, либо в центре. Следующее действие – это полет фантазий. Главное помнить – во всем надо соблюдать меру. Композиция должна быть гармоничной. В итоге, на наш взгляд, получился женственный, нежный и, что немаловажно, современный букет. Такая композиция придется по душе многим представительницам прекрасного пола. Подарить ее можно как маме, как подруге. Если это парень, то парень может подарить своей возлюбленной или жене. Теперь интересно узнать, как оценит Екатерина успехи Софьи. Все ли начинающему флористу удалось и сможет ли она всерьез заняться при желании флористикой. Думаю, Софья справится. Если у нас будет открыта вакансия, мы обязательно рассмотрим ее кандидатуру и научим ее делать более большие, пышные, какие-нибудь креативные цветочные композиции. Да, Соня молодец. Что ж, запасной вариант в плане работы у Сони есть. Осталось узнать о впечатлениях о самом мастер-классе и о том, смогла бы Софья, хотя бы чисто теоретически попробовав это занятие на себе, работать флористом. Неподготовленному человеку очень тяжело это сделать, но Катя, гениальный флорист, сегодня помогла мне в этом деле. И я думаю, что у меня бы получилось, потому что есть какое-то видение вот этих всех цветов, композиции, ну и в принципе чувство вот этого прекрасного. Очень возможно, что такой опыт корреспондентке Владнюс пригодится в будущем. А вы, наши зрители, наверняка поняли, что труд флориста прост и изящен только на первый взгляд. Как и всякое мастерство, он требует специальных знаний, опыта и терпения. Но в профессии флориста есть один очень важный нюанс. Такие люди делают город, мир и людей счастливее. Дмитрий Беломеснов, Софья Ночвина, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости. Президент подчеркнул, что аптечная сеть в стране довольно обширная, поэтому даже закрытие некоторых заведений, завышающих цены, не приведет к нехватке препаратов для граждан. Напомним, жители Приморья ранее пожаловались на нехватку медицинских масок в аптеках. Их крупная поставка ожидается 14 февраля. Сообщить о завышении цен на медикаменты жители могут по телефону горячей линии Росздравнадзора. В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 24,5 тысячи человек. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе Россию. Санитарно-карантинные мероприятия на границе Приморья остаются жесткими. Более двух тысяч человек въехали за последние дни на территорию края, в том числе 286 прибыли из Китая. Все граждане проходят контроль. Так выявлено три человека с признаками инфекционных заболеваний. У всех взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции. Результат отрицательный. Самостоятельно в медучреждения обратились с признаками РВИ два человека, ранее посещавшие Китай. Результат также отрицательный отметили Роспотребнадзоре. Всего за отчетный период самостоятельно в медучреждения Приморья обратились 33 человека, ранее побывавшие в КНР. Гражданам установлены различные диагнозы – РВИ и грипп. Занятия полностью приостановлены в 14 школах и 11 детсадах Приморья из-за роста заболеваемости РВИ, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В конце января сообщалось о закрытии 80 классов в 28 школах края из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями. Сейчас работа полностью приостановлена в 11 дошкольных организациях и 14 школах. По данным ведомства, за последнюю неделю заболеваемость РВИ не превысила эпидемический порог среди совокупного населения, но превышение отмечается среди детей от 3 до 14 лет. Врачи напоминают, чтобы обезопасить себя и своих близких, необходимо соблюдать личную гигиену и обращаться к врачу при первых симптомах заболевания. Возбудители гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций передаются преимущественно воздушно-капельным путем. Особенно тяжело переносят инфекцию дети и пожилые люди. Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв высказался о заседаниях по иску Генпрокуратуры о взыскании более 3 миллиардов рублей с компанией «Восток Цемент», прошедших в Советском суде Владивостока, сообщает «Ревлад Ньюз». Первое, что отметил бывший глава города, это то, что иск рассматривается во Владивостоке, и заседания суда проходят в открытом режиме. Игорь Пушкарёв отметил, что, как и прежде, продолжает верить в справедливость и в то, что вполне возможно, что изменения в высших эшелонах власти отразятся в какой-то степени и на судебной системе в лучшую сторону. Напомним, Игорь Пушкарёв в настоящее время находится в СИЗО Владивостока и участвует в судебных заседаниях по видеоконференц-связи. Кроме того, стало известно, в какой исправительной колонии будет отбывать наказание экс-руководитель МУП «Дороги Владивостока» Андрей Лушников. Как рассказала корреспонденту агентства председатель ОНК Татьяна Чернелевская, это исправительная колония 27 в посёлке Волчинец. По словам Чернелевской, это ухоженная колония с развитой промышленной зоной. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому начальник управления МВД России по Приморскому краю, генерал-майор полиции Николай Афанасьев, освобождён от занимаемой должности. Указ был опубликован на сайте правовой информации. Отметим, что помимо Афанасьева, от должности освобождены другие высокопоставленные сотрудники силовых структур. Напомним, Николай Афанасьев был назначен на должность начальника управления МВД России по Приморскому краю 8 февраля 2013 года. Крупные штрафы заплатит Приморский Стивидор. Надзорные ведомства завершили проверку соблюдения экологических норм стивидорной компании ООО «Порт Вера», работающей в Шкотовском районе. Сумма штрафов уже превысила полмиллиона рублей. Поводом для проверки послужили обращения жителей и информация об угольной пыли вблизи порта. Специалисты отобрали пробы воздуха и воды в районе угольного терминала. Так, Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора в отношении юридического и должностного лица возбудило административные производства по фактам нарушения технологической карты погрузки угля и отступления от требований проектной документации. Также Находкинская транспортная прокуратура выявила нарушение требований в сфере охраны атмосферного воздуха. При этом компания обязана привести свои производственные мощности в соответствии с экологическим законодательством. В противном случае при повторном выявлении в течение года нарушений ее деятельность может быть приостановлена в судебном порядке. Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%. Об этом известием сообщил сенатор Сергей Лисовский. Это объясняется высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу. Строители ранее обязали иметь на своих счетах сумму в размере 30-40% стоимости проекта, что приводит к увеличению затрат примерно на 8%, сказал Лисовский. Помимо этого, многие средние и мелкие застройщики покидают рынок, что дает возможность монополистам повысить цены, считают в Совете Федерации. Напомним, Россия перешла на новую модель финансирования строительства жилья летом прошлого года. В результате застройщики лишились права привлекать средства дочеков напрямую. Теперь их деньги должны храниться на экскроу-счетах, которые станут доступными для застройщика только после ввода объекта в эксплуатацию. Возводить дома они должны за счет привлечения кредитных средств. Молодые семьи Владивостока пригласили на семинар по вопросам льготной ипотеки. Он пройдет в субботу 8 февраля во Владивостокском дворце детского творчества. Участникам подробно расскажут о существующих программах поддержки. На встрече обсудят условия доступной ипотеки при поддержке правительства Приморского края, семейной ипотеки, а также ипотечных программ от Корпорации развития жилищного строительства. Среди тем семинара – участие молодых семей Владивостока в муниципальной программе по обеспечению жильем, а также льготы по имущественным налогам физических лиц. Участие в семинаре бесплатное. Начало встречи в 15 часов. Партнер выпуска новостей – Торговый дом Планета Безопасности. Хотите знать, когда приходят ваши сотрудники? Кто звонит вам в дверь? Где поставить машину? Планета Безопасности ответит на ваши вопросы. Никто не опаздывает, только желанные гости. Нет проблем с парковкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова